Добрый день! На часах 13.10, и это значит, что пришло время универсального формата. Как всегда, в этой студии мы обсуждаем что-нибудь интересное, рассказываем об интересных людях, ну или интересных событиях. Сегодня не исключение, поговорим о детском творчестве. Продолжаем знакомить вас с Центром детского творчества нашего замечательного города. Действительно, очень много направлений, очень много интересных Центров детского творчества, куда с радостью приходят ребята, воспитанники, и которые добиваются больших, точнее, успехов, немаловажных успехов. Что ж, вот сегодня к нам на огонек заглянул Центр детского творчества «Радога успеха». Ну, собственно говоря, название говорит само о себе, то, что действительно успех, он не за горами, и многие воспитанники так или иначе себя проявляют в этой жизни. Давайте знакомиться с нашими сегодняшними гостями. У нас в студии Анна Игоревна Лисовская, директор ЦДТ «Радога успеха». Ну и рядышком расположился Александр Андреевич Макрушин, заместитель директора по инновационной работе, педагог дополнительного образования по робототехнике. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я так понимаю, давайте сначала поговорим именно о истории вашего Центра детского творчества. Как давно в Самаре, чем уже успел прославиться, быть может, только-только-только начинает набирать обороты. Расскажите, пожалуйста. Центр детского творчества «Радога» был открыт в 1978 году, соответственно, нам уже более 35 лет. Первоначально открывался центр как клуб юного техника при заводе. Завод «Гидроавтоматика» курировал этот центр. В то время это был клуб. Основным управлением, конечно, было автомоделирование, авиамоделирование. То есть основной был упор на технические кружки. На технические кружки. Ну, я думаю, сегодня не зря мы собрались, День космонавтики. Все-таки близок вам этот праздник, я так понимаю, да? Потому что, ну, без каких-то технических аспектов, ну, не было человека бы там в космосе. Не сказал бы, поехал Юрий Гагарин. И все-таки вас тоже с праздником решите поздравить, потому что, ну, как-то касается. Так? Считаете? Спасибо большое. Конечно, мы тоже всех жителей нашего замечательного города поздравляем с праздником сегодняшним. Вот только что буквально мы вернулись с городского праздника, который состоялся на площадке рядом с музеем «Самара космическая». Он был посвящен как раз 55-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Было очень много гостей, было очень много народу, был флешмоб, был парад юных техников. Ребята показывали свои модели. Была торжественная передача капсулы с посланием будущего космонавта. Была организована выставка из творческих работ юных техников. Запуски авиамоделей, автомоделей. То есть техническое творчество показало себя во всей красе. Хорошо. Ну, рассказывайте, пожалуйста, по направлениям более подробно. Все-таки не только, так понимаю, что техническое творчество у вас реализуется, но что-то еще. Расскажите, пожалуйста, какие направления все-таки ждут ваших воспитанников? Ну, помимо классических технических направлений, таких, как я уже говорила, автомоделирование, авиамоделирование, это и комнатные авиамодели, и свободолетающие, и кордовые, в центре реализуются программы и по трассам моделизму. В центре находится единственная в городе трасса, восьмиполосная, мини-трасса для запуска автомоделей. Также есть объединение робототехники, которое мы поподробнее еще расскажем. Есть объединение по беспилотным технологиям, современные сейчас особо востребованные. Также есть для девочек направление, это рукоделие, художественная обработка дерева, есть группа дошкольников. Как раз сейчас видим, да, на наших экранах фотографии. Да, вот девочки как раз стараются в объединении, готовят подарки своим родителям. Помимо объединений мы проводим городские праздники. Здесь представлены фотографии были фестивали юных изобретателей, планеты открытий, которые проходят ежегодно. В совместном с Самарским государственным университетом путей сообщения каждый год они принимают нас в своих стенах радушно. Ребята приходят, знакомятся с бытом студенческим, смотрят помещение, представляют свои работы, ходят по станциям во время этого фестиваля, общаются с профессурой данного вуза. То есть не просто внутри центра проходит работа, но и за его пределами вы являетесь организатором, так понимаю. Интересные какие-то мероприятия, ну и участникам мероприятий. То есть не просто у себя в центре успех-то у вас живет, да, так как мы услышали сегодня, и на городских мероприятиях, и где-то на конкурсах выставляете, так понимаю, правильно? Конечно. Мы, помимо того, что мы проводим соревнования и по автомодельному, и проводим вот такие научно-творческие конференции, как и фестиваль «Планета открытий», и историко-технический марафон, который проводился в этом году в конце марта на базе Аэрокосмического университета, был посвящен тоже этой знаменательной сегодняшней дате. Мы проводим и профильную смену по роботехнике, о ней мы тоже поподробнее расскажем. Наши ребята ездят на конкурсы, на соревнования всероссийского уровня, ездят в другие регионы, являются чемпионами первенства России по автомодельному спорту. Поэтому успех у нас везде. Мы надеемся, он так и будет вместе с нами. Хорошо. А какой возраст все-таки у вас, у обучающихся, с какого возраста ждете? Вообще, как попасть в центр? Потому что действительно сейчас многие родители так или иначе ищут кружки, как раньше называли, по интересам, секции, но находят школы, какие-то курсы, которые действительно платные, немалых денег стоят. А ЦДТ, таковы, да, они же есть, они существуют, но почему-то родители на них зачастую не обращают внимания. Почему? Вообще, в каждом районе находятся такие центры. Есть центры многопрофильные, они есть в каждом районе. Минимум один, это точно. Центры детского творчества, технической направленности есть также в каждом районе, за исключением, может быть, каких-то отдаленных, но там программы реализуются в школах и в центрах многопрофильных. Мы находимся в промышленном районе по адресу Матросово, 21. Принимаем ребят с 4-х летнего возраста. У нас есть группа дошкольников, куда приходят ребята пообщаться на занятия, на праздники. Родители в это время в течение 4-х часов имеют возможность решить какие-то свои проблемы. Отдохнуть. Отдохнуть тоже, конечно. Вот. Поэтому ребята у нас начинают с 4-х летнего возраста, до 18 лет имеют возможность заниматься, иногда и чуть постарше. Занятия все бесплатные, мы рады всех видеть, принимаем. Всех открыто. Да, действительно хочется обратить внимание родителей на то, что Центр детского творчества, ну это просто-напросто какая-то кладезь. Это своя жизнь, это друзья, это какой-то коллектив, который дышит, который принимает участие в конкурсах. Понимаю, что наверняка какие-то, может быть, лагерные смены, да, у вас возможные какие-то фестивали, конкурсы. Это действительно очень интересно. Это жизнь. Поэтому, уважаемые родители, если вы еще до сих пор думаете, куда бы отдать вашего ребенка, в какую секцию, в кружок, то, пожалуйста, обратите внимание. Вот промышленный район, по какому адресу, кстати говоря? Матросово 21. Матросово? Мы вас ждем всегда, начиная с полдевятого утра, заканчивая восьми вечера. Мы всегда рады вас видеться. А как занятия, кстати говоря, строятся? Потому что, да, детки младшего возраста, они могут еще посещать вне зависимости от школы. Вот уже старший возраст, 18 лет, да, там уже и школа все-таки на первом месте стоит после школы. Как вообще занятия? Сколько раз в неделю примерно проходит? Да. Ну, все зависит от того, в какую смену учатся наши воспитники. Если они учатся в первую смену, то, соответственно, они на занятия приходят сразу после школы. А если у них вторая смена обучения, то они приходят до учебы, то есть занимаются, и потом после занятий в центре идут на занятия в школу. Ну, примерно два раза в неделю, три, либо бесконечно долго можно сидеть в вас в центре? Нет, во-первых, ребята могут заниматься не в одном объединении, в нескольких. Занимаются они два-три раза в неделю в зависимости от расписания и уже года обучения. То есть чем старше детки становятся, тем больше времени им надо для того, чтобы подготовиться к серьезным уже соревнованиям. И по возрастным особенностям они могут уже больше времени проводить в учреждении. Соответственно, там три раза могут посещать центр. Но еще раз повторюсь, они могут уходить в несколько объединений одновременно. Мы сегодня в программе еще поговорим действительно внимательно, внимание свое заострим на таких объединениях, как робототехника, как скоростные авиамодели. Но хочется еще поговорить о автомодели, да? Хочется еще поговорить о авиамоделировании. Все-таки день космонавтики и пройти мимо этого направления как-то не хочется. Расскажите, пожалуйста, сегодня представителей, я так понимаю, нету этого направления у вас. Вы можете же осветить? Да, конечно. Сегодня как раз представители этого направления, педагоги, находятся на наших площадках. То есть один педагог, это около Самары Космической, занимается выставкой с запуском авиамоделей и воздушных змей. А второй представитель этого направления находится в парке Гагарина. Там проходит также праздник, организованный администрацией промышленного района для ребят. И мы организуем площадку техническую с запуском самолетиков. У нас в городе есть единственный горододром. Находится он, к сожалению, далеко достаточно, это в Прибрежном. Там проходят серьезные мероприятия, проводят наши коллеги. Авиамодельный спорт очень хорошо развит в городе, и команда наша участвует в российских соревнованиях. Мы входим в состав команды от Самарской области. Авиамодельный спорт представлен не только свободно летающими, и кордовыми моделями. То есть это когда самолет на корде, то есть, ну, так по-простому, на веревочке вращается с двигателем. И комнатные авиамодели. То есть все эти представлены в нашем центре, все направления есть представлены. Да, мы вот как раз сейчас досматриваем фотографии. Вот трасса, про которую мы говорили. Да, восьмополосные, на которые проходят соревнования. Городские вот как раз это соревнования в декабре у нас ежегодно проходят. Ребята запускают модели, автомодели. Это поездка наших автомоделистов, которые попозже расскажут о своей поездке. Они ездили в Анапу на осеннюю сессию индустриального парка, который организованным москвичами. Они нас приглашали. Очень успешно ребята съездили, очень много мы научились, поменялись опытом, поучаствовали в соревнованиях. Вот помимо этой работы мы еще ведем активную очень методическую деятельность. Александр Ильич расскажет. Да, давайте рассказываем. Хочу немножко добавить по поводу объединения авиационной тематики. Это у нас интересное объединение беспилотной технологии, которая буквально в прошлом году зародилась. Смысл объединения в сборке беспилотных летательных аппаратов и их программирования. То есть воспитанники на занятии собирают коптер и программируют его. То есть это направление является одним из перспективных, входит в программу развития городского урока Самара до 2025 года. Стратегия развития города. Стратегия развития. Вот также наш центр помимо образовательной деятельности занимается еще большой методической работой. Уже третий год мы являемся городской проектной площадкой. То есть в нашем центре мы создаем какой-то методический продукт и с удовольствием делимся им с другими центрами города и области. И в этом году мы стали и являемся областной стажерской площадкой. То есть мы уже распространяем свой опыт на учреждения области, Самарской области. Хорошо. То есть по всем фронтам, так сказать, стараетесь вести работу. Это очень хорошо. Так, ну и по поводу, хочется спросить, ну лично мне, да, действительно техническое творчество привлекает ли девушек? Потому что сегодня, скажу немножко нашим телезрителям, открою тайну, мы увидим все-таки представители, сильные половины человечества у нас в эфире, именно из воспитанников, да. Девушки занимаются техническим творчеством? Увлекаются ли? Любят ли все эти шурупы, гайки и так далее? Ну, могу сказать, что вот в авиамодельном объединении достаточное количество девушек. То есть девочки с удовольствием, причем и младшего школьного возраста, прибегают и строят свои летательные аппараты. Так как мы являемся еще организаторами соревнований по робототехнике, роботолегии, которые проходят это также уже ежегодно, наблюдаются у нас девочки и в объединениях робототехники. Помимо того, что они там участвуют, они еще и призовые места получают, занимают. Да, очень отрадно видят девочек на ступенях педестала практически. Слушайте, ну это замечательно. Так, ну я думаю, то, что давайте уже позовем воспитанников к нам в студии. Хочется узнать, скажем так, из первых уст, чем же они занимаются, в чем видят свое предназначение. Быть может, потом захотят связать себя именно с технической профессией какой-то. Все это расскажут ваши воспитанники, поэтому вас отпускаем. Спасибо большое вам. Но вот Александр Андреевич нам еще пригодится, который расскажет нам про свое направление. Так? Все? Есть? Что ж, ну а пока небольшой сюжет и встречаем новых гостей в этой студии. Чтобы не успокоиться, жить позитивно, радоваться каждому дню, дорожить каждой минутой, каждой секундой. Наверное, залог счастья. Без проблем, без проблем, без проблем, это огромный вопрос. Мне кажется, российский человек сам по себе, он человек, который не волнуется, ему все по барабану, как, собственно, всегда. И вы, как россияне, должны жить в мире, с другими народами, братскими. Спасибо большое. Чтобы не успокоиться, нужно больше делать. Тогда на беспокойство не останется времени. Больше нет никаких советов? Это основные советы, я считаю. Я не знаю, в принципе, я студент, мне и сейчас хорошо живется. Я мало о чем забочусь, ну, кроме учебы. А так, я думаю, все прекрасно. Студенческие годы, молодость, это, наверное, самое то. Самое главное, не грузиться. Так, как жить-то не беспокоиться? Сам себе задает этот вопрос. Читать, петь, танцевать, может быть? Нет, 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 это не поможет. Это поможет отвлечься. Я думаю, может быть, временно отключаться от реальности. Ну, как бы, у меня полно проблемы с мужем сейчас. Вот слепой хожу в больницу, все это, все везде за деньги. Но я работаю, правда. Я уже 7 лет на пенсии работаю. То есть вы считаете, работа это лучшее лекарство? Ну, конечно. И как ты там все-таки и в обществе находишься. Ну что ж, давайте встречать новых гостей в нашей студии, точнее, пополнение нашей студии. Итак, знакомься, это воспитанник объединения робототехника и лего-конструирования. Представлю всех поименно. Рядом со мной расположился Матвей. Рядышком со своим педагогом расположился Артем. Правильно? Да. Ну и Мирон тоже здесь расскажет нам о своих каких-то успехах, о своих творческих задачах и их реализации. Так, ребят, рассказывайте, пожалуйста, можно сначала спрошу, да, у них, как давно занимаетесь вы в Центре детского творчества? Только лишь эта секция, либо, быть может, какие-то другие направления тоже сначала хотели освоить, но потом, может быть, забросили, может быть, нет, может быть, два направления у вас. Рассказывай, Матвей. Ну, увлекаюсь я этим практически с самого детства, а начал ходить в кружок и реализовать все свои мысли три года назад. Занимался раньше авиамоделированием, но времени не хватало. Перешел на... А, то есть ты всегда роботы были с тобой? Практически, да. И плюсом авиамоделирования, я так понимаю, да, было? Да. Но потом решил, все-таки за двумя зайцами, наверное, не угонишься, и пошел именно по этому направлению. Хорошо. Артем, свою историю, как давно? Ну, я начал заниматься два года назад. Ну, я не всегда увлекался роботами, я увлекался больше спортом, чем техническим направлением. Ну, меня позвал Матвей с ним заниматься. Ага, то есть вот так вот, друзья. Ну, а я в свое время позвал Мирона. А, ну и все. Собственно говоря, тут за Мирона все уже сказали, как он попал. Как давно, кстати? Тоже около двух лет назад. Так, ну давайте теперь Александру Андреевичу дадим слово. Рассказывайте, что же сложного, что же интересного в направлении робототехника и лего-конструирования? Что вообще скрывается за этими, ну, непростыми словами? Ну, на самом деле, ничего сложного там нет. Наборы для роботтехники появились в нашем центре три года назад. Вот. И за это время мы уже проводим два мероприятия по роботтехнике. Это «Страна робот-легия». И второе большое мероприятие, оно проводится как раз в рамках областной стажерской площадки. Это первенство городского округа Самара по роботтехнике. Непосредственно о том, чем же мы занимаемся в объединениях. Ребята у нас собирают роботов и программируют их. Робот предназначен для определенных целей. Если мы готовимся к соревнованиям, то это робот для соревнований, подготовленный по специальному регламенту, по требованиям к роботу. Если это научный проект, то здесь уже ребята реализовывают свои творческие идеи. То есть они пытаются как-то улучшить свою жизнь или улучшить жизнь окружающих, или как-то спасти мир, скажем так. Робот, который приносит тапочки с утра, нет, не такие идеи улучшить, облегчить жизнь. Ну, это все-таки идея для одного конкретного человека. Мы все-таки стараемся делать таких роботов, которые пригодились бы для всех. И буквально в том году мы провели первую смену по роботтехнике в городе. То есть их до этого еще не было, мы провели первую смену по роботтехнике. Смена получилась очень интересная, насыщенная. Сейчас видим как раз фотографии, которые... Это соревнования по роботтехнике. Вот мои воспитанники, которые на занятия собирают роботов. Это у нас было мероприятие в Аэрокосмическом университете, в котором мы постоянно принимаем участие. Там был турнир по роботтехнике. Вот тут вся моя команда. Например, проект Матвея, робот-помощник. Так, вот я вижу какой-то круг, потом спрошу это. То есть соревнования, за этот круг нельзя выходить? Ну, на первый взгляд у меня какие впечатления вызвало? Ну да, все верно. Это соревнование называется СУМО. Многие соревнования по роботтехнике дублируют соревнования людей. Также по аналогии с обычным человеческим СУМО, робот-СУМО заключается в том, чтобы робот один вытолкнул робота другого за черную линию. При этом сам за нее не выехал. Слушайте, это очень интересно. Какое вы занимательное-то хобби, увлечение. Это правда. Так, хорошо. То есть вы не только, да, опять же, своих детей. Я имею в виду по поводу смены, робота-смена. Там только воспитанники вашей, вашего центра детского творчества принимали участие? Там были воспитанники со всей Самары. Даже нам приезжала область. То есть в нашей смене участвовала делегация из Тольятти. То есть просто те, кто захотел познать себя, попробовать, пусть может в этом нелегком для меня мастерстве, мог принять участие? Да, то есть от учреждения направлялась команда непосредственно тех ребят, которые зарекомендовали себя в соревнованиях городского, областного уровня. И в рамках смены они участвовали также в соревнованиях, слушали познавательные лекции от наших друзей и партнеров от в то время еще Государственного университета, от бизнес-структур. То есть они приезжали и рассказывали ребятам интересные вещи, интересные факты о том, как сделать хорошие проекты и в будущем их успешно реализовать. Такая традиция будет продолжена? Будет ли? Да, конечно. В этом году мы также проводим смену по роботтехнике. Вот. В этом году было большое количество заявок, даже пришлось, скажем так... Урезать, да? Урезать, да. Смотреть, лучшие из лучших были приглашены. Да, потому что поступило заявок очень много, но, к сожалению, лагерь небольшой и большое количество команд мы не смогли бы там уместить. Угу. Ну, в этом тоже есть здоровая конкуренция, поэтому, наверное, только на плюс это пошло. Так, хорошо. Ребята, ну, я так понимаю, что здесь каждый пришел со своей игрушкой. Если я так назову, вы не обидитесь? Либо все-таки это у вас творение? Как вот вы называете своего робота? Ну, в принципе, и игрушка, и небольшая реализация мечты. Угу. То есть, в принципе, так дома можете поиграть с ней? Да. Да. Не так, что ставите под зеркало, все, не трогать никому, это мой проект? Нет. Можно. Давай посмотрим, что это вообще такое, как им управлять, объясняй, что будешь сейчас делать. Управлять можно как и с дистанционного управления, либо с телефона, либо с специального пульта, либо запрограммировать какую-то именно траекторию, либо программировать с датчиками. То есть, вариантов много? Да. Сейчас что будешь делать? Здесь небольшая такая траектория запрограммированная. Вот, пожалуйста, проверка. Практически сможет ли робот поездить, не упадя со стола, да? Посмотрим. Практически соревновательный момент. Слушайте, это здорово. Так мило, так классно. Скажите, пожалуйста, это определенные формы нужно какие-то делать с роботов, либо это уже зависит от фантазии учеников? Ну, на самом деле, скажу такой факт, что комбинации из деталей, которые можно собрать, бесконечно множество. Поэтому даже готовясь к соревнованиям, тоже к одним и тем же соревнованиям, по одному и тому же регламенту, у каждого воспитника получается свой собственный робот, свой индивидуальный робот, то есть своя конструкция, даже своя программа для участия в соревнованиях. Хочу обратиться к Мирону и Артему. Расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что это как раз ваши роботы, да, вот рядышком с вами. Артем, покажи, какой из них твой. Вот мой робот. А как долго вообще уходит времени, чтобы сделать робота? Ну, на каждого робота уходит свое время, например, для сумо там уйдет дней один-два, а, например, для траектории один день только. Ну, я вот этого робота собирал день на одно занятие. Ну, действительно, чтобы ты не за день собрать практически игрушку, которая, мне кажется, очень сложна в исполнении. Мирон, рассказывай, пожалуйста, про свое творение. Это что-то такое вообще интересной формы. Почему такой? А этот робот как выступал на конференции, как проект робот-комбайн. Робот-комбайн. Ну, действительно, похож. Есть сходства. А в чем смысл? В чем суть? То есть он как едет и вскапывает поля? То есть это, я так понимаю, как раз вот о чем вы говорили, да? Да, это научные проекты. Научные проекты, чтобы усовершенствовать нашу жизнь, жить стало легче. Вот, начинается с такой маленькой модели, и потом, возможно, переносится на уже настоящую. Да? Верно все? Ну, я еще хочу добавить, что ребят немножко лукавят, что вот они за один день, потому что это уже большие профессионалы в своем деле, и поэтому для них уже не составляет большой проблемы создать робота, запрограммировать его буквально там за одно-два занятия. А если, допустим, приходишь, ну вот, не знаю, приходят к вам новенькие, да, ученики, воспитанники, сколько необходимо пройти времени, чтобы достичь каких-то успехов? Чтобы не было такого, что нет, вот ребята собирают за один день, а я так не могу, значит, я для этого не предназначен. Вот скажите, какое-то, может быть, наставление педагога, чтобы, не знаю, не расстраивались, сколько времени нужно для адаптации? Ну, на самом деле, это очень кропотливый труд, и, как и все дополнительное образование, оно у нас реализуется как бы индивидуально. То есть у нас нет такого подхода, что мы с группой занимаемся, с группой мы даем одинаковое задание, одинаковые требования каждому участнику группы, объединения. Вот, и поэтому все зависит, на самом деле, индивидуально от ребенка. Кто-то силен в конструкции, то есть у кого-то хорошо развито пространство воображения, и он легко собирает. А кто-то силен в программировании. А те же ребята, для них не составляет труда создать программы для робота. То есть разработать алгоритм, по которому будет ехать робот. Да, я как вспомню уроки информатики, какое-то элементарное программирование надо было сделать, и для меня это уже вызывало массу сложностей и вопросов. Вы молодцы, большие, потому что в таком возрасте уже такое умеете. Хорошо. Так, кроме таких роботов, что еще в вашем направлении реализуется? Ну, кроме роботов, также мы участвуем в больших городских проектах. Один из таких проектов – это «Звездный десант». Это наши воспитники, в числе воспитников городского округа Самара, поехали в «Звездный городок» и посетили центр подготовки космонавтов. Об этом вот как раз у нас расскажет... Матвей. Матвей, рассказывай. Вот осенью 2015 года мы с многими центрами детского творчества на поезде поехали в Москву в «Звездный городок». Это центр подготовки космонавтов. Нам провели экскурсию. Мы увидели макет в реалистичных размерах МКС. И даже была возможность поуправлять виртуальным МКС. Слушайте, ну это же что-то с чем-то. Я представляю, для мальчишек это целое приключение, целая история. Хорошо. У нас еще есть небольшое видео, видеофрагменты. Сейчас мы его покажем, а вы нам расскажете, что это, где это снято было. Вот такая любительская съемка, но я думаю, что понятно. На данном видео как раз представлен беспилотный летательный аппарат, который собирают воспитники в ней беспилотных летательных аппаратов. То есть они программируют и управляют этим летательным аппаратом. То есть это как бы то, к чему я веду своих воспитников. Сейчас мы занимаемся на Лего. Следующим этапом будет у нас 3D-моделирование, 3D-печать и применение радиоэлектроники. То есть там уже ребята будут собирать своих собственных роботов, не из Лего, а уже полностью проектировать подвеску, проектировать корпус робота, проектировать, где и как разнести датчики. И с помощью технологии 3D-печати будут печатать эти детали и впоследствии собирать. Вот с одним из таких вот проектов по 3D-моделированию 3D-печати мы уже пробовали реализовать и выступали даже на конференции с ним. Это нас расскажет про него Мирон. Мирон, давай рассказывай. Это было на научной конференции. Мы печатали модель марсохода «Соджернер». Каждая деталь печаталась от 10 до 40 минут и красилась баллончиком. Потом все это собиралось, да? Да, с помощью клеевого пистолета. Очень интересно. Так, хорошо. Ну, у меня, наверное, остался буквально последний вопрос к вашим воспитанникам, потому что очень интересно. Кем же вы видите себя в будущем? Вот вы сейчас занимаетесь таким нелегким делом. Я, конечно, понимаю, что в таком юном возрасте еще, наверное, трудно определиться с профессией своей. Но вдруг, Матвей, есть уже? Да, я разговаривала с представителями из ГАУ. И мне сообщили, что есть такие планы, что может из ГАУ появится факультет по робототехнике примерно в 2018 году. Я бы хотела после школы поступить на этот факультет и потом уже искать роботехническую лабораторию. Вот так вот. То есть хобби, переходящее практически в цель жизни. Ну, я имею в виду профессиональную цель жизни. Так, ну и вы рассказывайте. Быть может, вообще не хотите себя связывать? Быть может, какая-то творческая, хотя это тоже, да, немалая часть творчества здесь присутствует. Мирон, расскажи, пожалуйста, кем видишься. Мне бы хотелось как-то проектировать именно то же, как роботов. То есть создавать их дизайн, как видеть их, где размещать датчики или другие детали. Угу. Ну и Артем? Ну, мне в роботах, в техническом направлении больше нравится программирование, поэтому в будущем я хочу стать программистом и программировать, делать программы, программировать роботов. Так. Слушайте, ну это замечательно, когда вы в таком юном возрасте, да, уже понимаете, что ваше увлечение в дальнейшем, возможно, перерастет в вашу профессиональную профессию. Это замечательно. Хотя побаиваться вас нужно, потому что, а глядишь, потом роботы захватят землю, а в этом будете виноваты вы. Шучу, конечно, надеюсь, что вы будете знать только добрых роботов, которые будут действительно помогать нам, помогать в жизни, ну и с наставлением, конечно, Александра Андреевича. Так, ну мы с вами завершаем. Вам есть что-то сказать, подвести итог нашего блока? Ну, подвести итог я бы, наверное, хотел попросить Артема, так бы он расскажет о тех соревнованиях, в которых уже приняли участие, вот мы, наше объединение, и какие результаты мы уже достигли. Артем? Мы участвовали от городских соревнований до областных и региональных. Ну, есть соревнования, где много профессионалов, многое знают свое дело. Есть соревнования, где, ну, можно легко выиграть. Ну, такие соревнования, как Робофест, это были областные соревнования, мы там заняли четвертое место. Угу. Мы участвовали еще в Техномире, мы заняли первое и третье места. Ну, и еще разные городские соревнования, которые нелегко проходят у нас, потому что объявляют за неделю, чтобы сделать робота и запрограммировать его. А у нас в неделе всего три занятия. Нужно поспешить, нужно уложиться. Слушайте, ну это замечательно. То есть список побед только растет, растет, я так понимаю, да? Ну, что ж, вам желаю всего самого хорошего. Спасибо большое, что посетили нашу студию сегодня. Ну, а дальше будет только интереснее и интереснее. Смотрите, не переключайтесь. Но что же будет дальше, давайте узнаем из нашего видеосюжета. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Ну, в отличие от модели Димы, она рассчитана несколько на другой функционал. То есть Димина модель, она рассчитана для езды по бездорожью, для скоростной езды по бездорожью. Моя модель рассчитана на гладкую трассу, абсолютно ровную асфальтовую. И главная ее суть, как можно быстрее пройти определенный участок трассы. Заезд длится 5 минут, и максимальное количество кругов считается у каждой модели. Та модель, которая набрала большее количество кругов, соответственно, выигрывает. Правильно ли я понимаю, что очень важно, чтобы модель была легкая, потому что это способствует? Либо нет, либо здесь какая-то определенная женская глупость срабатывает, что чем легче, тем быстрее. Нет, безусловно, вы правы, да, действительно, модель должна быть как можно легче. В противном случае в повороте инертность модели, ее излишний вес будет играть в плохую шутку. А сколько ездит-то? Скорость? Больше 70 километров. Больше 70 километров. А сколько намотал километров? Есть уже такой? Нет? Нет, честно говоря, не знаю. Но я думаю, за года три, как я на ней езжу, там довольно много километров уже намотано. Хорошо. Ну и Андрей представит свой проект, свою модель. Вот автомодель. Я езжу на ней по трассе РЦБ. Эта трасса идет с фишками, то есть на ней расставляется определенное количество фишек, и нужно проехать по этой трассе так, чтобы не сбить ни одной, и проехать на максимально быстрой скорости. То есть... Именно маневренность важна, да? Да. Здесь очень важна отработка. Если проехать первый раз по ней, то, скорее всего, будет половина фишек из этих сбита. Для лучшего результата, конечно, нужно каждый день тренироваться. Специально рисуем трассы у нас в городе для того, чтобы можно было расставить фишки, проехать по ним, посмотреть свой результат. То есть с каждым разом проходит тренировка, и с каждым разом все лучшие результаты. Да, это, я так понимаю, спорт два в одно. Мало того, что собрать необходимо грамотную модель, грамотную машину, так еще научиться ей правильно управлять. Здесь ювелирное вождение очень важно, потому что удержать модель на скорости более 70 км в час, ну, это она по прямой, конечно, едет, а трассы бывают различные. То есть мы выступаем уже, ну, мы уже не стали считать, сколько трасс мы прошли. Они все разные. Есть скоростная трасса, есть фигурная трасса, есть трассы, которые для славы специально там заготовлены. То есть приезжаем мы на соревнования, приезжаем на какие-то другие трассы, то есть мы обкатываем, смотрим, то есть как в самом настоящем автоспорте. Вот, это, конечно, определенные такие вот, знаете, задачи, которые вот вкладываются в наших воспитанников. Ведь не просто вот там вышел, снаряд хороший, вроде он едет, тут еще, наверное, и внутренняя психологическая подготовка должна сыграть свою роль. Здесь должна какая-то, ну, такая вот, знаете, живая сила, которая позволяет там... Все как в спорте. Да, внутренне сосредоточиться. Ведь там же серьезное судейство. Они все смотрят, судят, там очень строгое жюри, которые... То есть не просто так, что кто первый пришел на кинжи, так понимаю, есть ли... Да, конечно, есть определенный специальный технический регламент, его надо перед стартом пройти. То есть проверяется модель на отклонение от технических норм. Их тоже надо соблюсти и не просто выполнить там машину какую-то, вот детали какие-то там поставил, собрал, она раз там поехала. Это не просто как вот изобретатели там делают, собирают какой-то вот, ну, из всяких подручных способов, там, из подручных материалов. Здесь строгие закономерности, которые Федерация автомодельного спорта отслеживает, выпускает требования, правила, положения и рекламент этих соревнований. Правильно ли я понимаю, что тоже до 18 лет у вас занимаются ваши воспитанники? Это юношеские, это первенство. Это первенство. Да, с 18 лет и старше, это уже чемпионаты. Это уже чемпионаты. Это уже чемпионаты, там выступают взрослые и вплоть до пенсии, до самого солидного возраста. У вас это будет хобби по жизни, настоящее мужское хобби, вам в нем желаю успеха, конечно. В спорте желаю успеха, вы станете настоящими чемпионами. Спасибо большое, что были у нас сегодня в студии. Давайте подводить итоги. Центр детского творчества рада гоуспехам. Побывали в гостях, рассказали очень много интересного о своих направлениях. Хотите, приходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова